Сын выдал постыдную тайну Бабкиной. В детстве он почти не видел маму и папу. Не у всех звездных детей легкая беззаботная юность. Скандальное интервью дал Даниил Заседателев. Единственный сын одежды Бабкиной поделился, что из-за частых командировок он не видел своих родителей. Почти всегда им занимались бабушка, а иногда даже соседки. Каждое желание звездного ребенка, как это принято считать, никто не исполнял. Даниил рассказал, что все детство он принадлежал только себе, а в 12 лет родная мать захотела отдать сына в интернат. Ведь у нее карьера и постоянные гастроли, звездения до детей. Такой постыдный секрет Бабкиной решился обнародовать ее наследник. «Я говорил, вы что, хотите меня вообще не видеть?» – поделился мужчина. И только когда Даниил взбунтовался и наотрез отказался ехать, мальчика вернули обратно к бабушке. Пристрастия к сцене по непонятным причинам заседателев не разделил, решил стать юристом. В этой сфере он получил ученую степень и добился определенных успехов в карьере. Однако избежать любви к музыке не смог. Мужчина работает звонарем в православном храме, как отмечает Даниил, для души. Добавим, что на выставке Форума России на ВДНХ состоялся День Астраханской области. Самым долгожданным событием стал концерт народной артистки России Надежды Бабкиной. Она отметила, что представлять родной регион на всю страну – огромная честь. Об этом сообщает Управление пресс-службы и информация администрации губернатора Астраханской области. «Большую часть своей жизни я живу в Москве, но про свою Астраханскую область не забываю. Я счастлива, что на выставке «Россия» участвует наша огромная яркая многонациональная область», рассказала гостям Форума Надежда Бабкина. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин поблагодарил народную артистку за внимание, которое она выделяет Малой Родине. Также ко дню региона на выставке в Форуме «Россия» присоединился советский хоккеист Владислав Третьяк, телеведущий Азамат Мусагалиев и Вячеслав Макаров. Продолжение следует...